Сегодня же в Доме правительства рассмотрели вопросы пенсионного законодательства на повестке совещания соблюдения трудовых прав пожилых. У работников предпенсионных лет надежная защита. За соблюдением их прав в Республиканской инспекции труда следят скрупулезно. Только с начала этого года выявили 17 нарушений закона. За 6 месяцев текущего года в Государственной инспекции труда в Чувашской республике приведено 7 проверок по факту нарушения трудового законодательства в отношении работников предпенсионного возраста. За нарушение требований трудового законодательства к административной ответственности привлечено 2 должностных лица с наложением штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей. В силе недопущения нарушения трудовых прав работников предпенсионного возраста организовано проведение предварительных проверок в трех организациях. Это в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации города Чебоксары, Чебоксарским техниками строительства и городского хозяйства Министерства образования Чувашской Республики и ООО «Чувашский бройлер». На уровне правительства страны планируют ввести новые меры защиты пожилых от увольнения на повестке дня членов Кабмина и законопроект о пенсионном возрасте. Для учета я могу сказать, я как глава республики подписал, поддержал проект закона, который внес правительство Российской Федерации, потому что мы всегда подходили к этим вопросам очень ответственно. Глава региона аргументирует, сейчас дефицит Пенсионного фонда страны превышает 1 триллион рублей. Мы получали дотации и получаем. Впоследствии мы можем столкнуться с тем, что дефицит денег будет для пенсионеров и дефицит денег, по сути дела, для бюджетных работников. И в конечном счете мы не можем все те социальные обязательства, которые предписали в бюджете, и в федеральном бюджете, и в региональных бюджетах не сможем просто выполнять. И какие-то статьи нам придется просто сократить. Арифметика проста. Сейчас на одного пенсионера приходится меньше двух работающих человек. Общий объем бюджета отделения 62 миллиарда. Чисто на выплату страховых пенсий, о чем сейчас говорится в законопроекте, 57 миллиардов рублей годовой бюджет. Страховые взносы от предприятий Чувашской республики составляют 20 миллиардов рублей. Значит, остальная сумма в виде трансферта поступает ежемесячно. Законопроект о пенсиях обсудят и депутаты Госсовета. Неочередная сессия назначена на 17 июля. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.